Российский и советский художник-авангардист, основатель супрематизма, теоретик искусства, философ Казимир Северинович Малевич. Изобретатель супрематизма, вошедший в историю искусства как автор «Черного квадрата», Малевич в собственном творчестве не ограничивался беспредметной живописью и испытал на себе едва ли не все модернистские направления и стили, возникшие на рубеже 19-20 веков, от импрессионизма и фавизма до кубизма и футуризма. Отец Казимира Малевича, Северин Антонович, работал управляющим на саховаренных заводах известного предпринимателя Николая Терещенко. Он был человеком прогрессивных взглядов, в некотором роде футуристом. Часто брал маленького Казимира на заводы, где под механической ляской грохот рассказывал, что будущее за машинами. Северин Антонович не сомневался, что когда-нибудь Казимир станет инженером или хотя бы продолжит традицию, будет знатным сахароваром. Несмотря на профессию Северина, жизнь Малевичей была не то, чтобы сахара. Они не купались роскоши. Кроме того, им часто приходилось переезжать с места на место. Детство Казимира проходило в украинской провинции. Он жил то в Подольской губернии, то в Белополе, то в Конотопе. Как нетрудно в это поверить, будущий автор «Черного квадрата» не был с детства странным созданием, занесенным в этот мир космическим ветром. Это был вполне зимой мальчик, бойкий и живой. Ему нравилась простая сельская жизнь. Нравилось жаркое украинское солнце и свекольные поля. Нравилось охотиться самодельным луком и участвовать в драках между деревенскими и заводскими. Нравилось предметное. Описывая свое детство, Казимир Малевич вспоминает, что лет до шести-семи он не рисовал оси. Впечатления, полученные от окружающей реальности, он сравнивал с негативами, ожидавшими проявки. Однажды, глядя, как маляр красит крышу зеленой краской, юноша испытал прозрение. Краска была того же цвета, как деревья. Когда маляр ушел на обед, Казимир забрался на крышу и начал передавать деревья. Деревья удались ему не вполне, но ощущения от того, какие скользило по раскаленной крыше, были настолько приятными, что ни о чем другом мальчик больше думать не мог. Страсть к рисованию завладела им внезапно и навсегда. Он рисовал чернилами, карандашом, толстой кистью, самодельными красками, которые готовил из глины и различных порошков. Как-то раз в городок приехали художники из Петербурга работать в местном соборе. Вместе с приятелем юноша караулил у собора целый день, чтобы хоть мельком увидеть настоящих художников, пришельцев из иного манящего мира. Мы ползали самым осторожным образом, на животе, затаив дыхание, вспоминает позднее Казимир Малевич. Нам удалось подползти очень близко. Мы видели цветные тюбики, из которых давили краску, что было очень интересно. Волнению нашему не было границ. Мы пролежали часа два. Видя, что сын улегся не на шутку, мать подарила ему настоящие масляные краски. У Людвиги Александровны были доброе сердце и легкая рука. Однажды она подарила Николая Рославцу, соседскому мальчику из небогатой семьи, скрипку. Тот вырос и стал известным композитором, педагогом, теоретиком музыки. Что касается отца Казимира, он и сам немного рисовал, особенно хорошо ему удавались сюжеты с козликами. Впрочем, карьеру художника Северин Антонович не одобрял. Хотел, чтобы сын освоил приличную профессию. «Художники все сидят в тюрьме», — повторял он. Как выяснилось позднее, папа говорил дело. В 1898 году Малевичи переехали в Курск. Северин Антонович нашел работу в тамошнем железнодорожном управлении. Туда же устроился чертежником и 17-летний Казимир, работа его тяготела, и живопись буквально помогала скрашивать скучные будни. Один из сослуживцев Малевича в прошлом учился рисованию в Киеве. Другой, новый знакомый, с местного спирта чистительного завода, имел за плечами два года в Питерской академии художеств. Втроем они составили костяк импровизированного художественного общества, к которому вскоре примкнули многие коллеги, соседи, приятели и просто сочувствующие. Уже в это время Казимир Малевич проявил одно из самых важных своих умений – заражать окружающих своими идеями и вести их за собой. Но правда на тот момент идея была одна – рисовать. С появлением в городе Малевича возникла еще одна курская аномалия. На какое-то время живопись стала здесь чрезвычайно модным и массовым увлечением. Видя, что эпидемию не остановить, начальство выделило художникам комнату в железнодорожном управлении, где они оборудовали мастерскую. Малевич и его соратники выписывали из Москвы пособия и гипсы, прочесывали окрестности в поисках подходящей натуры, тратили сбережения на мольберты и краски. Со временем они даже начали устраивать ежегодные выставки, где принимали участие не только увлеченные железнодорожники, но и известные художники из других городов. «На тусклом фоне курского бытия наш кружок был настоящим вулканом жизни и искусства», – вспоминал позднее художник Малевич. «Само собой, местные жены не были в восторге от жизни на этом вулкане, наблюдая, как позабывшие о домашних обязанностях и карьере чиновники предаются своему диковинному хобби. Они вздыхали, лучше бы пил и курил». В 1901 году женился и Казимир Малевич. Его избранницей стала Казимира Сглейц, дочь местного врача. Вскоре после свадьбы у них родился сын. А еще через год умер от инфаркта отец Казимира, Северин Антонович. Эти события вызвали парадоксальный эффект. Будучи старшим мужчиной в семье, Казимир вдруг почувствовал себя свободным и засобирался в Москву. Друзья были встревожены этим смелым шагом, писал он. Но зато их жены были чрезвычайно довольны. Казимир Малевич подавал документы в Московское училище живописи, ваяния, изотчество четырежды и всякий раз был отвергнут. Он не унывал. Жил в коммуне художников в Лефортово, учился в студии Федора Ремберга, летом возвращался в Курск на заработки. Денег не хватало. Не только на то, чтобы перевезти в Москву семью, но зачастую и на еду. По воспоминаниям Ивана Клюнкова, однажды Малевич угодил в больницу с голодным обмороком. Поскольку Казимир проявлял абсолютную беспечность в отношении харчевого дела, бытовые вопросы взяла в свои руки энергичная Людвига Александровна. В 1906-м она сняла в Москве пятикомнатную квартиру, куда перевезла дочерей, внуков и невестку, и арендовала в столовую. Увы, семейный бизнес оказался на грани краха после того, как столовую обокрал наемный повар. Но даже в относительно благополучные времена Казимир Малевич продолжал жить в коммуне. Примерным семименином он никогда не был. В конце концов Казимира, забрав детей, уехала. Малевич же продолжал презирать харчевое дело, воплощая классический образ голодного художника. Он иступленно работал, считал себя социалистом, с энтузиазмом встречал революционные события. Баррикады манили его и в переулках, и в искусстве. В революционное движение художник Малевич влился еще в 1905-м, когда, по его словам, с револьвером в руке бился за красную пресню. Казимир Малевич никогда не был излишне аккуратным мемуаристом. Однако факт остается фактом. Связи в кругах профессиональных революционеров у него определенно были. Что касается живописи, тут события развивались почти столь же стремительно, бурно, драматично. Приехав в Москву поклонникам Шишкина и Репина, Малевич вскоре ощутил реформаторский зуд. Вскоре он уже называл Серова бездарным почкуном. Про Репина говорил бродмейстер тупых пожарных, гасящих огонь всего нового. Он водил дружбу с карлопанами-футуристами. Разгуливал по Кузнецкому мосту с деревянными ложками в петлицах. Писал богоискательские белые стихи. Впрочем, в отличие от многих своих соратников, Малевич не эпатировал ради эпатажа. Он искал. Необразованный, искренний варвар. Завидев незнакомое течение в искусстве, он бросался к нему, словно большой и сильный ребенок, к новой игрушке. Пробовал на прочность, корежил, доводил до абсурда, ломал. А сломав, терял к нему интерес и шел дальше, неизменно уводя за собой часть паствы. И, разумеется, он носил с собой какую-нибудь вырванную с корнем полезную деталь. Каждый период творчества Малевича чем-нибудь его обогатил или, если хотите, вооружил. В период благоговения перед Репиным он обзавелся техникой. Общаясь с импрессионизмом, научился творческой свободе. Из фавизма вынес буйный эпилептический цвет, из губизма геометрическую аскетичность линии форм у футуристов позаимствовал парадоксальную логику алогичного. Далее по списку. Позднее мастер мистификации Малевич будет править свою творческую биографию, чтобы придать ей черты эволюции от импрессионизма к его возлюбленному детищу супрематизму. В этих целях он, к примеру, датирует свои поздние импрессионистические работы началом 1900-х. Чтобы никто не сомневался, с самого начала он шел только вперед и знал, что ищет. Так или иначе, в 1915-м он дошел и нашел. В 1913-м художник Малевич оформлял футуристическую оперу «Победа над солнцем» – образчик потенциального, приглуповатого и хамоватого нового искусства, который помнят исключительно благодаря его эскизам и декорациям. В числе прочего, Малевич изобразил на заднике черный квадрат, грубо говоря, символизировавший технологический триумф – победу человека над природой, рукотворного над стихийным, рассудочного над спонтанным, электрического над солнечным. Пробный запуск остался незамеченным. Два года спустя Газимир Малевич зажег свое черное солнце на полную мощь, представив самый известный из черных квадратов на выставке 010 в Петрограде. Живописный манифест супрематизма, не случайно повешенный Малевичем в красном углу, стал сенсацией. Он сразу поделил реальность на «до» и «после» квадрата. В этой черной двери безвозвратно канули другие картины Малевича, зачастую куда более интересные. Отныне он был автором скандальной авангардистской иконы и никем более. Магия квадрата действовала на всех. Были те, кто на него молился, и те, кто его проклял. Мало кто, пожав плечами, просто прошел мимо. Ажиотажу способствовало то, что выставка 010 проходила в атмосфере отнюдь недружеского соперничества. При всей своей самобытности Казимир Малевич был трезвомыслящим человеком. Он не питал иллюзий, понимая, что нарисовать черный квадрат по силам многим. Нащупав супрематизм, сформулировав для себя его законы и принципы, летом 1915-го он написал 39 картин, которые не собирался никому показывать до открытия выставки. Идеи беспредметной живописи носились в воздухе, многие из его единомышленников работали в этом направлении, в случае чего доказать авторство целого направления было бы непросто. Примерно за три месяца до выставки 010 к Малевичу зашел его организатор, художник Иван Пуни и все увидел. Встревоженный Малевич в срочном порядке написал и опубликовал работу «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». В письме к издателю Михаилу Матюшину он просил отвестить ее и тем предупредить мое авторское право. Само письмо велел разорвать. Кончилось тем, что организаторы запретили Малевичу использовать слово «супрематизм» не только в названии выставки, но и в каталоге работ. Узнав, что Малевич намерен отныне держаться особняком, его ревнивые коллеги-кубисты даже повесили на стену вывеску «Комната профессионалов живописи», указав дилетанту Малевичу его место. Как бы то ни было, изобретателем супрематизма в истории остался именно он. Дело было не только в тщеславии. Малевич понимал, что нашел нечто большее, чем новое направление в искусстве. Он создавал новую религию, новый мировой порядок, новый способ общения с мирозданием и чувствовал свою ответственность. Так в чем же заключалась революционность супрематизма в целом и черного квадрата в частности, если упростить до предела прежде всего в пресловутой новой искренности. Суть ее снайперски точно сформулировала биограф Малевича Ксения Букша. «Когда ты меня рисуешь, то получаюсь не я сам, а рисунок меня», пишет она. «А когда ты рисуешь черный квадрат, то и получается черный квадрат». Это была попытка, ободрав все лишнее, положить на предметное стекло самую суть. Опыт, безусловно, интригующий, но и пугающий своей окончательностью. Ведь если ты победил солнце, что тебе делать дальше? Оставалось объяснить, учить, проповедовать. Слово «супрематизм» придумал и ввел в обиход сам Малевич. Изначально оно означало превосходство цвета над другими элементами. Позднее появился и другой смысл – превосходство над другими направлениями. Вершина эволюции в искусстве. Беспредметные геометрические формы. Существующий сам по себе цвет, энергия, рожденная их взаимодействием и ничего больше. Если серовую и другим бездарным пачкунам розовый цвет был нужен, чтобы изобразить, к примеру, персик, то Малевича интересовало одно лишь розовое мерцание. Без персиков, девочек, веса, морали, добра, зла и прочей экзистенциональной шелухи. Экстатический опыт, пережитый во время работы над «Черным квадратом», Казимир Северинович описывал в весьма своеобразных стихах. Мчались миллионы полос. Тупилось зрение и осязать не могло лучами место. Я перестал видеть. Глаз потух в новых проблесках. То есть, супрематисту необходимо в некотором роде ослепнуть, чтобы, презрев уловки разума, буравить мироздание рентгеном интуиции. Разумеется, его теории выходили далеко за рамки искусствоведения. В своей работе «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой», Малевич пишет. «Порабощенные идеи практического реализма, человек всю природу хочет сделать для себя идеальной. Таким образом, весь предметный, научно обоснованный, практический реализм и вся его культура принадлежит идеалисту никогда неосуществимых идей. Отсюда вполне ясна для меня буря гнева и война, и проволочные заграждения. Удушливые газы, самоубийство, плать, скрежет, печали, тоска поэтов, художников, техников, материалистов, стремящихся изловить бессмертное и заключить свои физические объятия. Трудно не заметить, что идеи Казимира Малевича были во многом созвучны буддистским воззрением. Образованные товарищи указывали ему на некоторые сходства с восточными мистико-философскими доктринами. Тот отмахивался, бравировал собственным определением «бескнижник», настаивал на том, что до всего доходил сам. Говоря о супрематизме, Малевич старательно избегал слова «философия», открещивался от ярлыка «религия», поскольку и первый, и второй осчитал сугубо предметными, харчовыми проявлениями. Легко заметить и противоречия между его словами и поступками. Похоже, Малевич не вполне понимал, что, рисуя предметное, он создает предметы искусства, что ненужность логики объясняет непосредством логики, что природе и космосу ни к чему пропагандисты, что вечный покой не очень-то уживается с трибунами и лозунгами. Как бы то ни было, при новой советской власти его энергии и лидерские качества пришлись ко двору. Он был комиссаром по охране памятников старины и художественных ценностей, народным комиссаром, ИЗО Наркомпроса. Руководил в Витебске мастерской в Народном художественном училище, преподавал в Киевском художественном институте, имел непосредственное отношение к ГАХН Государственной академии художественных наук, ГИНХУК Государственному институту художественной культуры и еще доброй дюжине не менее чудовищных советских аббревиатур. Нужно заметить, что Малевич и сам был к нему неравнодушен. В 1920-м в Витебске он основал со своими учениками группу МОЛ-ПОСНОВИС, молодые последователи нового искусства, которую вскоре сократил до ПОСНОВИС, и еще через несколько дней переименовал ВУНАВИС, установители нового искусства. Теплых чувств к советской власти Малевич не испытывал, он, разумеется, хорошо понимал ее природу, однако предметные и харчевные не спешили разжимать физических объятий, с этим приходилось считаться. И без того небезоблачные отношения с коммунистическим режимом омрачились после заграничной поездки. В 1927-м Малевич, к тому времени уже знаменитость с мировым именем, побывал в Польше и Германии. В Варшаве проходила его персональная выставка. В Берлине ему предоставили зал на ежегодной Большой Берлинской художественной выставке. Кроме того, Малевич заезжал в Дессау, где посетил Баухаус. Иностранцы смотрели на него, как на пророка, ловили каждое его слово. «Эх, вот отношение замечательное, слава льется, как дождь», писал Малевич в письмах домой. Идиллию оборвало письмо из Ленинграда, в котором художнику Малевичу приказывали вернуться на родину, не дожидаясь окончания выставки. Согласно популярной легенде, его взяли прямо на вокзале и допрашивали 36 часов кряду. В тот раз обошлось. Но через три года Казимира Малевича снова арестовали, как германского шпиона. Ему опять повезло. В тюрьме он провел всего пару месяцев. Но инцидент этот произвел на него тягостное впечатление. Кроме того, у советской власти поубавилось симпатии к авангардистскому искусству. Луначарский писал, что пролетариату необходим здоровый, крепкий, убедительный реализм. Слово Малевич, хоть и отделался сравнительно малой кровью, чувствовал себя некоторым образом на обочине. На картины Малевича ни его теоретические труды не объясняют перманентно бурлившего вокруг него сектанства. Тут не обойтись без попытки составить предметный портрет в духе Серова и Репина. Нет сомнений, что Казимир Малевич обладал могучей харизмой, необразованной, завораживающей, косноязычной. Он, что называется, умел зажечь. В его корявых словесных формулировках было столько энергии, что его эрудированные собеседники слушали его, раскрыв рты. К примеру, известный философ и литературовед Михаил Гершензон специально просил его не отделывать стиль, чтобы не утратилась первобытная сила мысли. Казимир Малевич был очень силен, ментально и физически. Много ходил пешком, выжимал тяжелые гири, любил рассказывать о том, как здорово в молодости он бился на кулаках. Впрочем, нельзя не упомянуть еще одну известную его черту. Малевич любил приврать и не был объединен чувством юмора. Он был честен и последователен в своем отношении к харчевому делу. Практически всю жизнь едва сводил концы с концами и никогда не унывал. Впрочем, аскетом он не был. Малевич был женат трижды. Его вторая жена, Софья Рафаэлович, умерла в 1925-м от туберкулеза, оставив Казимиру пятилетнюю дочь. Третья, Наталья Манченко, была на 23 года моложе. Она оставалась с Малевичем до самого конца. Всех своих жен Малевич любил. По свидетельствам современников, он ладил с детьми, любил бывать в их обществе. Однако примерным семьянином Казимира Малевича не назовешь. Работа всегда была для него на первом месте. Азартный, преданный своим идеям, он легко находил друзей, учеников, последователей. Еще легче он приобретал врагов. Его творчество неотделимо от его личности. Попавшие под каток его энергетики одинаково охотно молились и на Черный квадрат, и на его автора. Те, у кого был иммунитет к гипнозу Малевича, не принимали и его работ. Такие считали его неучим и выскочкой. Профанатор. В 1933-м у Малевича диагностировали рак предстательной железы. Он умер два года спустя. Казимира Малевича хоронили специально в спроектированном его учениками гробу. На верхней части был нарисован черный квадрат, в ногах красный круг. Глядя на лежащего в этом супрематическом гробу Малевича, его вечный оппонент, художник-авангардист Владимир Татлин, сказал «Притворяется». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok